В городе Видное четыре автошколы, ДСАА, в троллейбусный парк, автошколу на развилке и на базе межшкольного учебного комбината. Будущих водителей готовят в них серьезно и продуманно, проводят теоретические и практические занятия. Так что те, кто добросовестно посетил все уроки, издал внутренние экзамены, может смело направляться в ГИБДД за водительским удостоверением. Нашему корреспонденту стало интересно, кто в этот день уйдет с правами, а кому придется еще доучиваться. Получив в образовательных учреждениях документы прохождения и подготовки или переподготовки для управления транспортными средствами соответствующих категорий, граждане допускаются к сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД. У кандидатов-водителей, желающих получить право на управление транспортными средствами, в первую очередь проверяются теоретические знания. В течение 20 минут предлагается ответить на 20 вопросов. Допускается не более двух неправильных ответов. Сначала, конечно, было страшно, да. Но теория у меня отлично всегда шла, у меня нормально. Ну, в принципе, не бойтесь, все нормально. Спасибо тем людям, которые нас готовили к этому экзамену. Первый этап пройдет. И хочется пожелать всем участникам пройти его успешно. Ну, а если какие-то осечки, мы расстраиваться не будем, будем идти дальше. Как показывает практика, процент сдачи теории очень высокий. Но некоторые все же допускают ошибки. В основном люди, которые готовятся на теоретическом экзамене, валятся просто по невнимательности. То есть не успевают дочитывать до конца вопросы. Как-то стараются все это быстро ответить. Кандидаты-водители, успешно сдавшие теоретический экзамен, допускаются к практическому экзамену. Первый этап экзамена. На площадке, закрытой для движения других транспортных средств, необходимо выполнить три упражнения. Из-за волнения иногда даже хорошо обученные граждане не сразу справляются с заданиями. Кандидат-водитель на каком-то упражнении валится, но остальные сдают хорошую оценку на то, что сдал. Ему дается возможность пересдать то упражнение, на котором он валится. Соответственно, если он его повторно сдаёт хорошо, ставится зачёт. Второй этап практического экзамена проводится на испытательном маршруте по городу. Кандидат-водитель управляет транспортным средством в условиях реального дорожного движения. При этом сотрудники БДД проверяют соблюдение им требований правил дорожного движения, умение оценить дорожную ситуацию, своевременно и правильно отреагировать на неё. Уверенно, конечно, уверенно, но всегда нужно очень чётко садиться, смотреть, естественно, все знаки дорожного движения, аккуратненько, потихоньку ехать, обращать на всё внимание. Малоопытным водителям не растеряться в плотном потоке движения, да и под наблюдением инспектора бывает сложно. Потому мало кто сдаёт вождение по городу с первого раза. Повторный экзамен означается не ранее, чем через семь дней со дня проведения предыдущего. Ну а те, кто показал собранность, высокую подготовку и успешно прошёл все три этапа экзаменов, оплачивают государственную пошлину за выдачу водительского удостоверения, фотографируются и получают долгожданные водительские права.